Безопасность превыше всего на таком стратегически важном объекте, как Иркутская ГЭС. Обновление оборудования и постоянное повышение квалификации персонала – все для стабильной и бесперебойной работы. А теперь на энергообъекте на службу поставлены уникальные цифровые технологии. Что за тренировочно-аналитический комплекс появился на гидроэлектростанции, в чем его основная функция, о новинке в деталях расскажет Даниил Сидов. Все действия доведены до автоматизма. Сотрудники Иркутской ГЭС отрабатывают поведение при внештатных ситуациях каждый месяц. Но сегодня особая тренировка. Она проходит на новом оборудовании. Это целый аналитический комплекс. Он в режиме онлайн моделирует виртуальное происшествие на энергообъекте. Максимально реалистично погружает в происходящее. И это преимущество уже оценил каждый из 20 специалистов оперативного состава ГЭС. Раньше учебная тренировка проходила в устном формате. То есть давалась вводная, так называемая, внештатная ситуация, в которой нужно совершать определенные действия. И то есть перед сотрудником не было каких-либо определенных инструкций, которые он мог прочитать. Это конкретно наглядные схемы оборудования. Этот тренажер по сути единственный в своем роде, так как специально создан для Иркутской ГЭС. В программу загружены алгоритмы и детали работы реального оборудования именно этого энергообъекта. Такой индивидуализированный комплекс позволит повысить качество тренировок специалистов. Не случайно в его разработке и внедрении участвовали и энергетики, представители компании «Н-Плюс Групп». Именно ее основателем Олегом Дерипаской была инициирована программа цифровой трансформации энергетического бизнеса. Мы идем в ногу со временем и являемся первопроходцами в группе нашей компании по внедрению этой системы. Она отвечает всем последним нормам по тренировкам оперативного персонала и при этом вбирает в себя именно те главные схемы и характеристики основного оборудования электростанции, которые реально эксплуатируются на Иркутской ГЭС. Но не только в Иркутске вскоре появятся такие тренажеры. В этом году на Братской, Устилимской и Красноярской ГЭС «Н-Плюс Групп» планируется также продолжить проект по внедрению подобных аналитических комплексов. Их запустят в эксплуатацию до конца 2022 года. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.